Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня в формате онлайн проходит новый Рамштайн. Это очень важная штука, это встреча министров обороны с тех стран, которые нам помогают от Соединенных Штатов Америки до Болгарии и Южной Кореи. То есть они встречаются раз в несколько недель, выясняют, что Украине на данный момент нужнее всего и распределяют, кто это именно предоставит. То есть в настоящий момент в формате принимают участие около 50 государств различных, но надо сказать, что это все передовые государства, в отличие от друзей так называемой России Никарагуа, Никарагуа, кто там их еще любит, Эритрея, и по четвергам после обеда их еще любит Буркино-Фасон, но это не точно. Да, все остальные как-то не очень. Забыл, Зимбабве, Зимбабве, да, но только по субботам и после 18.30, да, а все остальное нет. Да, так вот эти как раз страны собрались помочь нам и на сегодняшний день приоритет это ПВО. Все видят прекрасно, что неадекватный путинский режим пытается кошмарить мирное население Украины. Но вот сегодняшняя ночная атака, кстати, на Одессу, это абсолютное тому подтверждение. Они, может, и пытались поразить какой-то там промышленный объект в порту, у них ничего, конечно же, не получилось, все позбивали. Вот, хотя они там по телевизору небылицы, оказывается, рассказывают, они где-то 70 тысяч тонн этого самого дизеля взорвали. Может, я не знаю, может, в Крыму, у нас они ничего не взорвали. Вот, но единственное, что они действительно достигли, они разбили несколько частных домов в результате падения сбитых расистских ракет и повредили церковь, церквушку в порту Одессы. Ну, вот, как-то так, да. Да, и вот это все, атаки российских фашистов по мирным объектам, собственно говоря, и приводят к тому, что вот в центре внимания, в фокусе этого Рамштайна, как раз, системы ПВО, которые будут дополнить нашу оборону и помогут ВСУ предотвратить дальнейшие фашистские налеты на наши города и села. Это один момент. Второй момент, это то, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни, написано даже у Reuters в ближайшее время, может, даже сегодня, завтра, трудно сказать, огласят новый пакет помощи, текущий, на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Пока его содержание толком неизвестно, единственное, известно, следующие вещи. Значит, будет очень серьезный пакет, опять-таки, ПВО, это точно, а также дроны. Мы все помним, как вот тут недавно, день назад, приблизительно, или два дня назад, люди начали охать-ахать, потому что на России много оказывается дронов. Ну, на самом деле, не так-то их там много, но, потому что там тоже, знаете, они любят преувеличить свои достижения, которых у них нет. Поэтому не надо все воспринимать буквально. Все, что вам говорят из России, делите на 10, и вот получите правильный результат. А вот Соединенные Штаты Америки действительно решили очень серьезно этим заняться, и пошлют нам очень большое количество дронов двух типов. Это Switchblade 300 и 600 и Phoenix Coast. Это тоже дроны, то есть это разноплановые дроны, дроны, скажем так, камикадзе, доказавшие свою эффективность в борьбе с российско-фашистскими захватчиками. Будет их очень много, судя по всему, так что расистам скучать не придется. Это не фантастические дроны, которые у расистов может появиться, может не появиться, а может все будет совсем наоборот. А это вполне реальные дроны, которые востребованы в ССУ, которые не дадут, скажем так, расистам воплотить в жизнь те планы, которые у них есть. То есть, как мы видим прекрасно, союзники Украины работают, и никто нас не забывает. Себода Украина.